Отсталые соседи и наша твердыня Не подпустим культуру к культурной столице Мнение Выборы 25 апреля 19.47 Отсталые соседи и наша твердыня Не подпустим культуру к культурной столице Юрий Болдырев О примере Украины фарси с вероятным недопуском выдающегося кинорежиссера к борьбе за руководство Санкт-Петербургом Юрий Болдырев Комментарии в просмотров 1042 Фото Александр Колбасов ТАСС Стало уже общим местом Вбиваемым в головы наших сограждан Через все пропагандистские СМИ Спасибо за такое нас Непутевых направления и просвещения Что всякие конкурентные выборы там На Западе А тем более Публичные дебаты между кандидатами Это не более Чем какое-то неприличное увеселительное шоу Призванное отвести внимание от каких-то иных Подлинных проблем То ли дело наша тиши гладь Да Божья благодать Никому и в голову не приходит Ставить в России главе государства В вину всерьез его категорический отказ Публично дебатировать с конкурентами Вроде того Что наш он вне конкуренции Некоторые особо искусные пропагандисты По всем прочим вопросам выступающие Вроде как будто Даже и объективно Но нет нет Да и заявят что-нибудь вроде того Что мол А с кем Путину дебатировать Ему ведь равных то и нет Кстати Не вредно помнить Что допустим Ему-то великому равных Опять же Допустим И в самом деле нет Ну Уж допустим Но его доверенным лицам раньше Помнится Были Например Автору этой статьи В 2012 Довелось дебатировать На первом телеканале С доверенным лицом Кандидатов Президент В.в.путина М.ш.ш.я Имиевым И ничего мир не рухнул И какого-либо Безусловного Подавляющего превосходства В дебатах Персоны Приближенной к государю Никто Вроде Не обнаружил Читайте также Пенсионная реформа Почему у России Не получится Как в Америке Отнятые у стариков Деньги покрывают Бездарность Министров Правительства Медведева Но это было давно И почти неправда И на выборах 2018 года У нас В России Если кто заметил Не только действующий Президент Но и его доверенные Лица в дебатах Категорически Не участвовали Правильно Не только не царское Но и не боярское Даже не лакейское При государе Дело с какими-то Недопонимающими Кто он А кто они Еще о чем-то всерьез Почти на равных Дебатировать И как их властителей Не понять Допустим Не следовали бы Они этой Истинно барской То есть Извините Истинно народной Традиции Пошли бы на дебаты Так что могло бы Получиться Цитирую на примере Прошедших дебатов На украинских Президентских Выборах Вы говорите Что я ваш оппонент Но я ваш приговор Или Вы называете меня Черной кошкой Но уж лучше быть Черной кошкой Чем волком В овечьей шкуре Подчеркиваю Это еще ничего не говорит О том Кто прав А кто виноват Кто будет для Украины Президентом лучше А кто хуже Но нимб несравненного Как минимум Несравненного В дебатах С действовавшего Президента Был сброшен моментально Да и более того Такой нимб там Никто и не смел Примеривать А без нимба Великого И ужасного Как выясняется Можно просто Сравнивать И ничего Что один Глава государства А другой Лишь артист И режиссер Сравнили И выяснили Что один Не то Что бы Любим До беспамятства Но Как минимум Более или менее Приемлем И им оказался Артист Руководитель Жи такой опытный Столько лет Обличенный Полномочиями Оказался Неприемлем Причем Для очень И очень Значительного Практически Для квалифицированного Большинства Опять же Не знаем Заранее И не можем Достоверно Прогнозировать Кто для Украины Будут руководителем Лучше Прежний Или новый Но все знают В очередной раз Удостоверились Что разворовывать Страну до бесконечности Никакой один клан С гарантией Несменяемости И потому Полной безнаказанности Не может Поясню Не вообще везде Включая нас Россию Не может А конкретно Не может У них На Украине Приведет ли это Всего лишь К вынужденному Сотрудничеству Между кланами И переделу Награбленного Или же Есть шанс Спросить Зарвавшихся И следующих Окоротить Это все еще Под вопросом Но есть Хотя бы Такой вопрос Вот До чего Это либеральничание С дебатами Доводят Наверное Отсталые они Там Недопонимают Что можно И без всего этого Безо всякого Низкопробного Шоу Чтоб всем И так была Раз и навсегда Ясно Кто единственный Великий В праве К своей выгоде Контролировать Все А кто Так Мимо Проходил Кстати Клеветники В том числе Из известных Писателей Утверждали Что уж Очень наш Народ Карнавальный То есть На нынешнем Языке Читай Всякое Шоу Уж Очень Любят Но Низкопробная Клевета Не подтвердилась Например Уж Каким Шоу Наш Народ Пытались Искусить Мол Во втором Туре Выборов Путин От прямых Дебатов Взгрудение Нам Никак Не Отвертится Но Народ Оказался Стоек И Непреклонен Не Хотим Никаких Таких Шоу Где Кто-то Посмеет Даже Под Сомнение Поставить Право Единственного Великого Мультики Про Чудо Вооружение Нам Крутить А тем Укреплять Нашу Обороноспособность И Право Сдавать Страну ВТО Чтобы В принципе Не Было Базы Для Машиностроения И Право Щедро Раздавать Наши Территории На Три Четверти Века Под Прикрытием Того Что Они Теперь Опережающего Развития И тут Сомнения Не Уместны В общем Такой Народ Нас С вами Никому Не Свернут С Истинного Пути Как Нацелились В пропасть В никуда В самоуничтожение В освобождение Территории Своей Страны Для Других Так и Дальше Будем Непреклонны Или Возможны Варианты Как Известно После Драки Большой Стратегически Всеопределяющей Президентских Выборов Народ Наш Вдруг Отчего-то Захотел Помахать Руками Дальневосточный Губернатор Поставленный Сверху Самым Самым Им Видите Ли Не Нравятся Нажали Прижали Отменили Придавили Придушили Свой Надежный На месте В Хакасии Хабаровском Крае Во Владимирской области Ладно Не так стратегически Важны эти регионы Допустили Некоторую Вольницу Затем В Якутии Еще чуть-чуть Вольницы Но впереди Новые выборы И ряда Губернаторов И в законодательные Органы Регионов И в муниципальные Советы Последние Совсем Безвластные Можно сказать Униженные Просители Но тут Все смекнули Что именно Они то и есть Фактические Выборщики Губернаторов Кого они Пропустят из этого Числа И будут в будущем Главы регионов Понятно Что последняя Иллюзия Стоит только Альтернативным Нынешней Власти Силам Взять под свой Контроль Какие-либо Крупные Муниципалитеты С тем Чтобы уже Они определяли Кого пропустить На губернаторские Выборы Как правило Игры будут Немедленно Скорректированы Либо Как минимум Сам ныне Всемогущий Муниципальный Фильтр Будет признан Неправильным А то и вообще Антиконституционным Либо губернаторы В этих регионах Будут вообще Заменены На очередных Назначаемых Откуда-нибудь Сверху Или сбоку Регион-менеджеров Эти технологии Политического Наперсточничества Уже отработаны И доведены До совершенства Но Обращаю Внимание Доведено До совершенства Это наперсточничество Не везде А исключительно Там Где тишь Глади Божия Благодать У нас А вот там Где Например Уж простите За настойчивость Дебаты От которых Уклониться нельзя Там Как-то так Получается Что и для Наперсточничества Властей Вольница Все же будет Поменьше Так означает Ли наша Уже просто Образцово И даже Восхитительно Стабильная Наперсточная Ситуация Что делать Вообще Ничего Не надо Что все Бесполезно В Ставропольском Крае Собирается Баллотироваться В губернатор И председатель Движения В поддержку Армии Оборонной Промышленности И военной Науки Генерал Лейтенант В.и.соболев Выдвигаемый КПРФ Но являвшийся Ранее И выдвиженцем Съезда НПСР Как один из Возможных Кандидатов Президента России То есть Вокруг этой фигуры Вероятно Будут готовы Объединиться И левые КПРФ И национал-патриоты Главная проблема Одна Преодоление Мошеннического И антиконституционного Моя качественная Оценка Муниципального Фильтра В Санкт-Петербурге Собирается Баллотироваться В губернаторы Без преувеличения Выдающийся Кинорежиссер В.в.бортко Его выдвигает КПРФ Но он сам Обратился за помощью И содействием К национально-патриотическим Силам Прошли переговоры Подготовили Предварительное Соглашение Которое Кандидат Поддержал О чем Публично Заявил На нашей С ним Совместной Пресс-конференции В информационном Агентстве Расбал 22 апреля Но требуется Еще согласие Руководства КПРФ Зеленский Покажет Путину Как пенсионную Реформу Проводить Сумеет ли Новый Украинский Лидер Обеспечит Старикам Достойную Жизнь В частности Выдающийся Кинорежиссер Выразил Готовность Войти В состав Созданной ПДС НПСР Общественной Комиссии По расследованию Фактов Отторжения Территории России И использовать Свои Депутатские Полномочия Для организации Запросов В органы Государственной Власти От имени Этой Комиссии Повторю В сложившейся Деструктивной Не для нас А для всей Страны Ситуация Для нас Это чрезвычайно Важно И после этого Главная Проблема Опять та же Пресловутый Муниципальный Фильтр И понятно Это же только Допусти Слабину Сразу Выяснится Невозможное Что Кроме Нынешнего Исполняющего Обязанности Губернатора Работают и способны Весьма внятно Артикулировать Проблемы И предлагать Их решения Совершенно Непредусмотренные И незапланированные Администрации Нынешнего Президента Какие-то еще Другие люди Скажем прямо Для нынешних Властей Совершенно Лишние люди Это Конечно Одновременно И трагедия Трагедия Всей страны Неуклонно Продолжающаяся Научно-промышленная И социальная Деградация И комедия Рискнут ли Обличенные Доверием Граждан Муниципальные Депутаты Так прямо И заявить Что они Муниципальные Депутаты Преимущественно Из партии Единая Россия Все А он Выдающийся Кинорежиссер В.В.Бортко Никто И звать его Никак И баллотироваться В губернаторы Культурной столицы Он никак Не достоин Новости Внутренней политике Путин Не заметил Смелый поступок Архангельских Рабочих Власть Математик Машиностроитель И военный Стратег Такие люди Должны управлять Страной